Всем привет! Сегодня у меня с видео вообще не думала, что когда-то придется мне такое, что-то подобное снимать, но все же. У меня куча просто завалена почта двумя основными вопросами. Это первое про отношение к русским здесь в Турции, потому что некоторые блогеры прям выпустили много видео на эту тему. С какой-то такой неопределенной информацией мне прям рванул поток. И в преддверии туристического сезона вопросы задаются, естественно, коронавирус. Давайте сначала по-быстрому, как вы видели, я эту тему не затрагивала, отношение к русским, вообще вот этот кризис, конфликты русско-турецких отношений. Я вообще это сейчас не влазю, это просто такая информация для тех, кто меня спрашивает и как бы хотят каким-то образом там что-то удостовериться. Я вам так скажу, подписан договор, как бы согласие, да, правила и все прочее. То есть этот конфликт себя исчерпал, это раз. Два, не надо бояться ехать в Турцию, если у вас какие-то планы по работе, кто-то там едет в гости к кому-то. Я не про именно туристический сезон, это вообще отдельно попозже про коронавирус у нас будет. Здесь никаких гонений, претензий к русским в данный момент в Стамбуле нет. Блогеры вкинули какую-то информацию, просто если блогеры меня смотрят о Турции, думайте, что вы произносите в своих видео, не вносите какую-то смуту. Первые два дня, когда это произошло, было, да, неприятный осадочек, скажем так, был. Понимаете, здесь 50% людей разделены, естественно, под партией президентской, ходят 50% против. И половина, поэтому 50% населения, скажем так, хавают, что показывают по телеку и верят этому, в эту пропаганду, такая же, как она, например, по телеку в России. И, скажем так, верят тому, на что там настраивают. Поэтому прям кого-то там, не знаю, какие-то протесты в плане напрямую к русским. Единственное, что я могу сказать, я действительно этого напугалась, это был выход в первую ночь к консульству российскому. Я подумала, о боже, какая-то жопа начинается. Но дальше этого и каких-то мелких протестов, спланированных, понятно каких, в глубинках, в маленьких городах, больше ничего такого не было страшного. Никто здесь в лицо никому не плюет, мне ни разу не нахамили нигде, мне ни разу не предъявили за то, что мы за мою национальность. Я с ребенком в общественных местах спокойно разговариваю по-русски. У меня просто есть люди, мои знакомые, и даже у меня есть подписчица, которая в апреле едет в Стамбул, она у меня спрашивала, она решила сдавать билет после того, как посмотрела видео блогеров. Вот, я вам так скажу. Я первый человек, который отсюда рванет, если в плане каких-то национальных трений гонения будут в сторону русскоязычного какого-то населения. Я ничего этого терпеть никогда не буду. Какая-то вообще опасность национального такого формата гонения, будут национализм в плане русского язычного населения. Отсюда первое. Уеду с ребенком, у нас это вообще не обсуждается, мы не какие-то, не знаю, не идиоты, нам ждать нечего, когда же там нас начнут бить, там еще что-то, ну что-то плохое такое делать. Поэтому, если меня здесь нет, я первая уеду, поверьте, смотрите тогда за моим каналом, я вам это объявлю вам в видео, не переживайте. Обстановка здесь спокойная, и так как коронавирус жахнул, о чем сейчас расскажу, все уже давно забыли нафиг, две недели с лишнего три прошло, всем наплевать на ту ситуацию, они вообще не вспоминают. Сейчас тема номер один, это коронавирус. К сожалению, переходим к второй теме и главное видео. Хочу немножко объяснить, что здесь произошло, вот на этой неделе. Видео, я думаю, вы увидите в начале мартовской, 16-го, может, ориентировочно марта, я думаю. Это видео снимаю в конце недели предыдущей. И хочу сказать, что 16-го марта в школах у нас начинаются досрочные каникулы, дополнительную неделю дали, дети будут дома две недели, чтобы не ходили, не гоняли бацилл. Они правильно делают. Я вот считаю, что все меры, которые сейчас государство Турции применяет, это абсолютно правильно. Для того, чтобы наш главный страх сейчас здесь в Турции, чтобы не повторилась история, как в Италии, которая от нас просто в шаговой, блин, доступности. Вот в чем страшно, что Европа это все очень близко и рядом. Я очень надеюсь, чтобы ваши страны, кто живет в России или в Сибири, до вас это, скорее всего, я думаю, не дойдет в таком масштабе, как здесь происходит. Но, скажу так, Италия доигралась. И это попустительство, на мой личный взгляд, все, что рассказываю, моя личная оценка, это было попустительство властей. Не были приняты меры, которые сейчас, слава богу, применяют в Турции. И меня это радует. В общем, по телевизору у нас Минздрав объявил о том, что, во-первых, мы переносим туристический сезон попозже, не на 11 марта, как стандартно он начинался, а на конец марта, начало апреля. Если все будет так, как сейчас, то чуть-чуть попозже начнется въезд туристов, в Анталийское там попережье. Сейчас, в принципе, никаких зон закрыт нет, но вообще, в общем, я имею в виду массовый такой туристический вот этот сезон, официальный, который по документам, там всякие визы вот эти работникам и все прочие дела иностранные. Вот это я и про это сейчас все говорю. Немножко это отодвинуем. В плане гиды едут попозже в этом году. Какие-то уже успели заехать, но не в такой массе, как это было в прошлые разы, в прошлые годы. Второе. Раскуплены уже давно, конечно, были маски, но эти дни в понедельник, в начале недели нам объявили по телевизору Минздрав, что зафиксирован один случай заражения. Это был мужчина, как я поняла, турок. Но это типа все секретное, такое сплетни среди людей по телевизору, это официально не объявляют. Это был как бы турок, который был в Италии, и сейчас на карантине находится около трех человек. Это члены его семьи, которых, возможно, он заразил, а возможно и нет. То есть это не массово, слава богу, это все отловили, закрыли, наблюдают, сделали тест-систему, проверяют. В общем, что самое главное, что сейчас в Турции предпринимаются такие меры, как распроданы все антибактериальные вещества, всякие антибактериальные мыла, колония турецкая, всякие вещества для рук, для антисептики. И люди, конечно, закупаются едой, вдруг что-то там, апокалипсис грянет, чтобы дома сидеть, не выходить. И рекомендация сидеть дома, не выходить. Поэтому у нас сейчас все через интернет происходит. Дети даже будут получать у нас образование через неделю, когда начнется учеба, через телевизор, через интернет. У каждого там есть свой пароль в системе образования. Дети будут получать задания, а родители дома их проверять. Я надеюсь, родители детей там гулять в парке и в торговые центры не пустят, чтобы все отсиделись дома. Просто это примитивная такая мера до кризиса страшного, что происходит в Италии, чтобы это не началось. Это предугадывают. Везде в торговых и публичных центрах в Стамбуле поставили у входа всегда санитайзеры, которые бесплатно, спокойно подходи, пользуйся. Перчатки. Нет такого кризиса, что все с полок сметено. Все скупают, колонию там в Стамбуле. Но это и быстро на следующий день на утро подвозят. Просто иногда не успевают партии продажи, подвозить в магазины что-то. Но такого, чтобы все скупили, апокалипсис, ничего нет. Мы все тут ходим и ищем. Такого нет. В течение дня это заканчивается. Какие-то моющие чемаши, сую, моющие средства, хлорка. Вот это вот да. И все через интернет. Кстати, хочу вам сказать, я тоже все теперь делаю только через интернет. Такую минутку рекламы вам сделаю, потому что я пользуюсь кэшбэком. Вы тоже можете зайти по ссылке, я вам ее дам под видео зарегистрироваться. Это кэшбэк, называется Smarty Sale. Smarty Sale это сервис умных покупок. Вы просто устанавливаете это расширение на свой браузер, на Chrome, Opera, Mozilla, Яндекс, вообще неважно на какой. И автоматически всегда при покупке в интернете у вас будет сохраняться процент ваш кэшбэк. Возвращайте денежку. Я вот уже давным-давно перешла на онлайн покупки. Там очень высокие ставки по кэшбэку. И в большинстве популярные какие-то магазины, которые очень часто вы можете им пользоваться. И самое главное, там очень минимальная сумма для вывода. И вывод денег очень простой. На карточку вашего банка, либо даже на мобильный телефон, как оплату на мобильный телефон, вы можете вывести деньги. То есть очень просто. Подключил, установил и пользуешься автоматически, получаешь свои денежки обратно. Никаких затрат, никаких проблем. И всегда с этих денежек вы можете что-то себе, например, купить. Я вот недавно делала вывод и по кэшбэку своему я купила для ребенка игрушку. Кстати, очень приятно было. Казалось бы, просто тратила до этого деньги, делала какие-то покупки и накопилась на приятный такой ништячок для ребенка. Так что я всем советую. Ссылочка будет в описании под видео. Появились такие услуги, кстати, в России тоже. И вот сейчас в Турции, как бесконтактный курьер. То есть вам привозят ваш заказ, оставляют под дверью. Ну, сообщение вам приходит, вам звонит по телефону курьер. Но дверь ему открывать не надо. То есть вы онлайн оплачиваете все сразу. И у двери, чтобы ни контакта с человеком не было. Потому что у нас государство советует держать дистанцию в районе одного метра от контакта с людьми, чтобы никто не чихал и не трогать какие-то бактерии. Я честно скажу, что я надеюсь на то, что люди будут действительно сидеть дома. Ну, вот это вот ощущение страха, оно чувствуется здесь, паники. Потому что турки очень пугливы и очень верят телеку. Помните, я всегда говорила, если доктор по телевизору что-то сказал, значит так надо делать. Так и будет. Это истина в последней инстанции. Так вот, люди, послушав телек, поддались паники, все скупали. Но честно, я вижу, что по интернету в Америке то же самое все сейчас начинается. Я просто надеюсь, что до России это так не докатится. Я надеюсь, что неправдивы слухи о том, что просто в России не делают эту проверку, скажем так, да. Не диагностируют это заболевание. Пишут просто, что это ОРВИ тяжелой форме с тяжелым течением. Я на это надеюсь, что у нас просто этого нет. Я этого просто желаю. Но это страшное заболевание. Я просто жду, когда все это у нас у всех закончится. Я, честно скажу, себя сейчас чувствую более-менее, ну, в большей мере в безопасности, чем раньше. Потому что я вижу действительно, как люди, государства Турции, просто из-за этого страха, эту трагедию, чтобы она не была, не произошла, предвещают это все. И вот такие меры принимают, дают людям информирование, самое главное, санитайзеры бесплатные в округе. Ну, в крупных торговых центрах, будем говорить, да, я не знаю, как насчет провинции. Ну, и до провинции, скажем так, может они докатиться. Эта болезнь, скажем так, расстояние и все прочее. В общем, я еще надеюсь, что у нас больницы тоже к этому всему приему больных, если что, готовы. Чтобы не было так, как сейчас в Италии. Проблема, мне кажется, ошибка Италии, то, что доигрались, хи-хи-хи, ха-ха. Там месяц назад расслали всякие сообщения в Инстаграме и ржали над этим вирусом. А потом просто не было вот этих мер, люди не были информированы. Люди шли, друг друга заражали, никто дома не отсиживался, как это рекомендовано, чтобы просто не было вот этой передачи бактерий. Вот это самое главное. Кто не в курсе, я думаю, турки-то, конечно, кто в Турции живут, все знаете, девчонки. Но кто не в курсе в других странах, особенно девчонки у меня из Украины, смотрят, вы тоже за нерисково, очень близко к нам, ко всем, к Европе. Украина тоже закрывает границы. Я вам так скажу, что наши главные здесь рекомендации. Первое это мыть руки мыльным раствором, то есть мылом в течение минимум 20 секунд. Мыть руки всегда, когда вы пришли с улицы, либо что-то на улице потрогали. Можете ходить в перчатках резинных, но это не очень, скажем так, и удобно. Всегда носите с собой санитайлер, антибактериальные какие-то салфетки, чтобы протирать периодические руки и свое лицо. Как может передаваться вирус? Это нахождение где-то ближе с зараженным человеком в районе метра. И обменственный, то есть он подержался, например, не то, что вы на вас обязательно плюнуть, чихнуть должны. Подержался человек за какое-то место, например, за поручень, за кнопку нажал в лифте или еще что-то. И вы уже этой зараженной, скажем так, бактериальной рукой почесали нос, глаз себе, залезли в рот. Вот так происходит это заражение. Самое страшное, что какой-то инкубационный период, долгий, в районе там 2-х недель. Ну, в общем, в районе 10 дней вы носите в себе вирус, он начинает там активно действовать в вашем организме, вы начинаете болеть, но вы этого не чувствуете. Потом в один момент он взбах, шарахает высокая температура, кашель, болезнь легких, ну и пневмония, короче говоря. Вот, надеюсь, у этого все у нас будет в порядке, никто болеть больше не будет, но Италия, конечно, кто мне из Италии, из девочки смотрят, держитесь. Жалко, что у вас карантин раньше не ввели, до того, как это все сильно так распространилось. Люди собирают пожертвования во всем мире, так что кто может помочь, помогайте. Я просто, что хочу сказать, в плане Турции, у нас этого здесь пока еще нет, я надеюсь, раз принимаются меры, этого ничего не будет. Туристический сезон не закрыт, его просто немножко отодвинули попозже, я имею в виду всякие курортные зоны, пляжи. В Стамбуле, да, меньше людей, многие дома сидят, туристы в центре ходят просто в масках, там, в перчатках с санитайзерами, это просто, как меры, предосторожности, ничего больше. Паники такое, что, ну, среди турков только туристы как были, так и есть, но и здесь, скажем так, раз такие меры принимаются, ну, я надеюсь, что у нас все обойдется. Я знаю, что в России еще такой огромной паники нет, но я вам посоветую, если до вас что-то это дойдет, Москва, европейская такая зона, Россия, я вам посоветую купить антибактериальные вот эти средства, обрабатывать дом, просто белизна наша подойдет, разводить ее с водой, просто периодически промывать дом, убивать бактерии, вот и все, собственно, и это может спасти многие жизни, чем некоторые страны, некоторые люди пренебрегали, к сожалению. Так что берегите себя, своих близких, спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!